Посмотрите, она больше атаковать стала на своем поле. Это очень важно. Удар по воротам небольшой рикошет. Там именем место. И Мартин Сильва, пожалуй, впервые в этом матче вступает в игру. Прошедший уже немало испытаний, готовый к этому. Подача штрафную площадку. Это даже был удар. Потрясающе совершенно. Пытался Адальес Сейфин нанести удар в ближний угол. И Мартин Сильва. Великолепный бросок. Посмотрите, вроде бы он за пределами штрафную. Но настолько хитрый удар нанесен поворотом Сильва, что вынужден галкипер все-таки в игру вступать. Но он молодец. Он такой вариант предусмотрел. И Полюк Атлетики. Видите, беговые дорожки все-таки сохранились. Но в первую очередь, конечно, востребована эта арена для игры в футбол. Хорошая атака правым флангом. Подача, удар, поворот, инкование. И в пустые ворота добивает мяч игрок сборной Уругвая. 1-0, 1-0, 1-0. Уругвай. Ну, скажем, еще до переезда в Европу. Напомню, играет в Бенфику. Макси Порьера, конечно, потрясающим образом умеет атаки завершать. Здесь фактически оказался на месте центрального нападающего. Потрясающе сыграно. Давайте еще раз посмотрим. Это Стуани, который сместился на фланг. И, в общем-то, по обыкновению он будет это делать, потому что больше тяготит флангу. Ну, и Араби, где он играет прошлого года в Кувите, за это время успел стать ведущим игроком. Много забивает, а пока много забивает у нас Уругвай. Второй гол, Христиан Стуани, 2-0. Висает, и уже после первого стыкового матча может потерять, если не все, то очень большое количество шансов на попадание в Бразилию. Классно разыграли. Вот этот перевод на Стуани. Опять он отстался один на правом фланге. Следующая команда Египта. И вот как раз в ней он, по большому счету, сделал себе имя уже на тренерской мостике. Хорошая передача. И мяч, судя по всему, не попадая от ворота. Что же за промах-то, а? Наконец-то в какой-то веке прошла атака у орданцев. Прошла атака флангом. Эх, ты боже мой, Ахмат Ибрахим. Кассерес явно проиграл свой фланг. Вот оттуда уже была эта передача. И вот все гениальное просто. Как же так? Хасан Аднан так многое сделал для того, чтобы его команда забила. И так небрежно его партнер по атаке, Ахмат Ибрахим, подставил. Буквально за несколько дней до этого поединка. Хороший пас на Каване. Острый угол. Не стал бить Каване. Правильно делает. Пас назад под удар партнером. Удар еще один и 3-0. 3-0. Николас Лодеро. Гоу плюс пас сегодня. А у Каване голевая передача, между прочим. Обойтись в этом матче без серьезных проблем. В оборону. Альварь Порейра наверняка выйдет в опорную зону. Классный удар. Но я уже говорил, молодежная сборная Лодеро был главным бомбардиром в конце нулевых годов. А вообще уругвая молодежка была что надо. Проводился Кубоком Федерации. Порейра. Хорошая передача. Можно здесь пробить было давно-давно. Удар и 4-0. 4-0. Свою по голам за национальную сборную. Хорошо обработал. Можно было и сходу направить мяч в ближний угол. Попытаться. Но он хотел так, чтобы наверняка пробить. И в итоге все получилось как нельзя лучше. А можно было на правую стенку. И ордансы убили уругвайцы. Ковани. 5-0. 5-0. Но это, конечно, позиция для Ковани. Вспомните мячи, которые он забивал за Наполе. Уругвай едет на чемпионат мира. Хотя вот чисто юридически нужно еще ответный матч провести. Потрясающая траектория. Ну что же это делает Ковани, а? Самый красивый гол этого матча. Эддинсон Ковани. 0-5.